Привычный нам цирк – это отдельные номера, сменяющие друг друга. Новое шоу, которое приехало в наш город, показывает совсем другой цирк. Сказочный спектакль, где каждое выступление артиста подчинено основной сюжетной линии. Главный герой цирковой постановки – мальчик Николя, который мечтает стать дрессировщиком. Во сне он попадает в волшебный мир, в котором персонажи учат его быть сильным, ловким и выносливым. У нас есть потрясающая сказка, которая специально была написана для ивановского зрителя. В сказке есть все. Есть и где посмеяться, где есть грустнуть. Безумное количество сказочных персонажей, много юмора, много животных. Ну, в принципе, всего того, что любит ивановский зритель. Зная, какой он требовательный, мы сделали исключительное эксклюзивное шоу. Новогоднее, где есть все. Ценители сложных номеров оценят подготовку артистов. Каждый номер четко прописан, и все движения отточены до мелочей. Чтобы успеть, к Новому году цирковые репетировали без перерывов каждый день. Результат их труда на арене. Публика, она хорошо реагирует на номера с животными, потому что там идет взаимопонимание с животными. То есть попугай руку подал, сел. Собачки. То есть нет какого-то принуждения. Точно так же и работает наш великий, это народный артист России Николай Карпович Павленко. Это все легко смотрится. Волшебная сказка о великом дрессировщике полувымысел, полуправда. А то, как сложно входить в клетку с тиграми, зритель увидит сам. Народный артист России Николай Павленко, обладатель циркового Оскара не зря. Кажется, что его подопечные 10 огромных тигров готовы слушать каждое слово дрессировщика. Хищники ведут себя послушно, как домашние кошки. Они перекатывают огромный мяч и друг за другом легко проскакивают в горящий обруч. Этот аттракцион удивит даже самых искушенных зрителей. Равнодушным не уйдет никто. Своё место в сердцах аудитории также заслужили собачки, попугаи, лошади. Понравилось начало выступления. С дедом Мороза начали. Продолжили воздушными акробатами. Собачки, попугаи. Очень попугаи и собачки. Очень. Мне нравится, потому что там много зверушек, людей, которые всё умеют. И то, что сделать вообще нереально. А мне понравились попугаи. Мне очень понравилось представление, где по канатам там ходили. А мне ещё понравился этот мяч, а они в голову попали. А это шлем. На каждом представлении гостей ждёт Дед Мороз и розыгрыш ценных подарков. Подарите себе и своим близким настоящую сказку. Ведь это так просто. Московское шоу гостит в нашем городе до середины января. Раз Дедушка Мороз под боком, мы хотим вас всех поздравить.